Добрый день! Налоговый кодекс Казахстана меняется и дополняется ежегодно. В 2021 году изменения в кодекс носились дважды. Сегодня мы кратко расскажем о самых важных изменениях, которые будут действовать в 2022 году. Первое. Вы когда-нибудь слышали про налог на Google? Думаю, большинство скажут «Да». Почему Google? Открываем страницу Google и пишем «Купить подарок на Новый год». Сразу получаем несколько десятков ссылок, заходим в электронный магазин, выбираем товар, оплачиваем, ждем доставки. Поэтому средства массовой информации назвали налог на покупку товаров и услуг через интернет-налог на Google. На самом деле это НДС, на товары и услуги, которые мы приобретаем у иностранных компаний через электронные площадки или по-другому интернет-магазины. С 1 января 2022 года все иностранные компании, не зарегистрированные в Казахстане, обязаны уплачивать НДС в размере 12% от стоимости товаров и услуг, которые мы с вами покупаем. Что это значит для нас с вами? Учитывая, что в некоторых странах иностранные магазины уже уплачивают НДС товаров, продаваемых в Казахстан, скорее всего в 2022 году стоимость товаров и услуг, которые мы покупаем через интернет, вырастет на 12%. Второе и, возможно, самое интересное. Когда мы оплачиваем покупку, это денежные расчеты. Согласно определению Налогового кодекса, который действует в 2022 году, денежные расчеты могут осуществляться наличными деньгами, платежными картами и мобильными платежами. Что важно знать продавцу? При переводе оплаты за товар или услугу с карты покупателя на карту продавца продавец обязан выдать покупателю фискальный чек. При этом банки и платежные организации будут предоставлять налоговым органам сведения по платежам, поступившим на счет предпринимателя с использованием устройств для мобильных платежей. Что важно знать покупателю и всем нам? Банки и платежные организации будут предоставлять налоговый орган сведения по операциям в адрес физических лиц, имеющим признаки получения дохода от предпринимательской деятельности. Контроль за операциями будет вводиться поэтапно для определенного круга лиц, а уже с 2025 года контроль будет распространяться на всех физических лиц. Это все, о чем мы хотели рассказать сегодня. Следите за новостями КПМЖ в социальных сетях, чтобы быть в курсе последних изменений в законодательстве Казахстана и тенденций в мире. Продолжение следует...